А вы, почему вы такой клёвый? Я клёвый? Вот видишь, она говорит, я клёвый, а ты мне в зубы хочешь дать. Меня кушали, проглядые чекисты, меня кушали. Господи, что вы сделаете, а? Специально для коллеги танец. Ля-ля-ля-ля, траля-ля-ля-ля, траля-ля-ля-ля. Здорово. Как-то идёт такой мужик в треуголке по острову, подходит к нему заяц и говорит, мужик, морковка есть? Нет? А если найду? Ты вообще, с какого берега, а, мужик? Мужик посмотрел на зайку и думает, бодрый заяц, мне такие нужны. А не основать ли мне по этому случаю тут город? Это официальная версия, которую замалчивают, её не рассказывают. Председатель СНТ, я думаю, подтвердит. И вообще, земля плоская, а зайцы педофилы. Значит, мы находимся возле станции метро Горьковская, и у нас будет отдельный маршрут вот туда, по проходным ворам, мимо дома, где жил Алексей Максимович Горький. 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 Сегодня я, естественно, хочу провести вам экскурсию, ну, опять-таки, в моём ключе. Я не хочу рассказывать про все эти там Петра Телушкина. У меня про это, кстати, есть отдельное видео, если что, я там помещу ссылку про образцовые дома, лесовую площадь. Ну, короче, вот этот весь став, который вы можете посмотреть у любого другого гида. В принципе, я загуглил, есть прямо видеоэкскурсии по Петропавловске такие, ну, не то чтобы а-ля классические, но там вот эта вся инфа есть. Нет. Я, естественно, хотел бы сегодня педалировать, ну, то, что меня всегда волнует, это вот история терроризма, революция, постреволюция. Почему? Потому что Петропавловская крепость многими трактовалась как русская бастилия. Хотя, на самом деле, главная русская бастилия находилась в Сириано-Смиренском театре, называлась она Литовский замок, и, собственно, ее первые сожгли. Петропавловскую крепость, кстати, тоже должны были уничтожить, там был проект постройки стадиона, вы не поверите, но, мне кажется, дешевле просто перекрасить это все. Значит, хочу рассказать вот про то место. Ну, вообще, это подсобное помещение для ортопедического института, мимо которого мы пойдем. Я просто не сплю, и поэтому у меня это, того самого. И можно без хлеба, если цитировать классиков мультипликации с участием кролика. Да, кстати, вы уже написали про розового кролика, вот этот вот Капитан Очевидность, да, уже сыграл у вас? Ну, напишите. Значит, изначально здесь вообще ставили опыты над всякими мышками, крысками, я уж не знаю насчет зайчиков, вот. А потом вот здесь был, клуб назывался Парас ПБ, потому что, ну, типа прачечная, поскольку здесь стирали белье для этого самого ортопедического института, ну, больницы, по сути. И в этом паре с ПБ... Маша, привет! Да, ну, было много всего интересного. Ну, это, короче, был такой, конечно, клуб с претензией на некую богемность, хотя, конечно, богемостью там ни разу не пахло. Было несколько клубов. Мама, пара с ПБ, Декаданс, знаменитый клуб. Вот этот самый канал вокруг Кронверка, Кронверк, вот он. Это укрепление северной части, ну, практически северной части Петропавловской крепости, потому что шведов мы ждали с запада и с севера. Сейчас там артиллерийский музей. Мы находимся с вами на территории Александровского парка. Я, наконец, вроде выучил, да, что это парк, а там сад возле Адмиралтейства. И он, собственно, был прекрасен во все времена. И, конечно же, расположение конкретно на этой территории, вот этого самого настоящего института, это было большим подарком для архитектора, в данном случае, Романа Мельцера или Роберта Мельцера, как он изначально был. Брат его владел мебельной фабрикой. Располагался она, кстати, здесь же, на тогда Петербургской, потом Петроградской стороне. Туда дальше, по Каменноостровскому, если пойти, то на углу Каменноостровского и Карповки. Сейчас ее снесли, там строить чудо-чудное, диво-дивное. Я это не снимал, но я много раз рассказывал об этом. Сам институт находится вот там. И он интересен тем, что, ну, во-первых, это было одно из передовых заведений эпохи, с большими, светлыми, просторными палатами. И там с левой стороны операционная с огромным окном. Мы увидим с вами находящиеся в городе, но вот на территории парка. То есть это было крайне, конечно, важно. Но гораздо более интересно то, что немногие вообще, которые идут в Карапаулскую крепость, в курсе, что здесь находится самая первая работа художника Петрова Воткина. Петров Воткин – это купание красного коня, прежде всего. У нас, ну, то есть это знаковая картина, которую большинство из вас знает, а открыл этого молодого деревенского паренька как раз Мельцер. Он его увидел там в глубинке России, в Клыновске, взял с собой, паренек обучился. И вот первый его сначала рисунок, а потом огромное полотно послужило основой для мозаики. Сама эта мозаика делалась в Англии. И мозаика эта отображает на самом деле настроение, в принципе, той эпохи. У Петрова Воткина потом была картина Красной Богородицы. А здесь у нас есть настоящая Богородица. Я раньше, когда я водил экскурсию, вот еще для детей я помню, этот корпус был без маковки. Я показывал фотографию и говорил, ну-ка, найдите там 28 отличий. Сейчас ее восстановили, потому что при каждом заведении, я уже миллион раз об этом говорил, при казенных заведениях, в тюрьмах, кстати, мы сегодня об этом еще поговорим, были в своей церкви. Вот эта замечательная мозаика. Туда дальше, если пойти по Кимно-Островскому, там есть дом, где жил Петров Водкин. Мне, кстати, написали тут ребята, которые там какое-то пространство делают. И я спросил, а можно ли зайти к вам, чисто этот дом, показать? Они говорят, да, можно. Так что, возможно, мы туда прогуляемся еще и с ними. Само это здание облицовано глазуромным кирпичом, сделанным, естественно, в Германии, потому что у нас так и не смогли наладить производство этого материала. Вот здесь он была операционная раньше. Здесь, например, снимался замечательный фильм, у нас будет про это еще одна проходка, Республика Шкит. Экстренное включение из леса, где зайки пообещали морковки. Почему-то все время мне за морковки предлагают какую-то, не буду говорить, что какие-то ставки на спорт, компьютерные игры, иммиграция в Америку, и еще какую-то фигню. Я это не беру. А вот хорошую вещь беру, рюкзачок. Рюкзачок специальный для модных зайек. Я тут вот без пол-литра сначала не разобрался, поэтому послушайте меня. Во-первых, он прекрасен тем, что его вот отсюда никак не вскрыть. Это против воров. Более того, его даже вот если вы встретите злого охотника в лесу, и он такой побежит на вас такой «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а» Вот и начнет тыкать, в общем, не проткнет. Кстати, нож именной Павлу Юрьевичу подарили мне. Брал с собой в Крым. Очень хорошо помогает. это первое что нужно знать об этой дивной вещи дальше начинается просто какой-то лабиринт открывается этот рюкзак вот здесь причем у него во первых здесь есть еще такое отделение я тут специально приготовил себе провод потому что нам пригодится вот здесь вот у нас есть штучка сюда можно эти ключи присобачить тоже никто не украли самое главное забудешь это мне очень актуально потому что я теряю ключи телефон и все остальное дальше вот в лямочках тут например вот в этой лямочке тут есть вот для сюда можно прям проездной положить и когда уйдете там метро просто договорить прикладываете и проходите как же это диво диван и открывается вот это не открывается это еще одно отделение запасное может что положить вот здесь вот она открывается но мне что видите даже с бирками с этими с новомодными кстати еще есть одна такая бирка которая намекает что i'm eco-friendly заботиться о зайках чтобы зайки жили в чистых лесах и чтобы в этих лесах не было никакого ой подставления рюкзак можно открыть по вот можно открыть вот так например на пол шишечки а можно открыть например вот так и вуаля тут безумное количество отделения сюда вот например но вот прекрасно влезет всякие разные бумажки сюда можно ручки пихать тоже для меня весьма актуально здесь вот есть такое специальное отделение для воды вот эта вещь это просто конечно огонь это вы можете его сюда присобачить если у вас телефон лизает и ходить и говорить по ней это мы возвращаем ну понятно что как во всех продвинутых системах нынче вы можете это все как угодно и разграфить для себя более того тут можно его еще прикрыть отдельным вот вот этим вот для этого надо вот враг не пройдет если кто-то решит у вас что-то тут украсть он за палец и есть еще одна совершенно фантастическая фича она выглядит вот так здесь у нас отделение для power bank а сейчас его включу вот он включен вы его подключать этот power bank благополучно а затем когда у вас рюкзак в закрытом состоянии допустим так тут есть вот такой порт вы сюда вставляете проводочек вот так вот уже знаете что это с первого раза никогда не вставляется надо сначала перевернуть закон закон вставления флешки в компьютер и потом подключаете к моему абсолютно раздолбанному телефону и вуаля пошла зарядка это конечно крайне удобно можете регулировать вот это вот все в общем мега вещь самое главное что на эту мега вещь будет специальное предложение в ноябре если вы посмотрите там внизу по ссылочке то узнаете массу всего интересного вот такой теперь модный зайка ну а мы собственно потихонечку начинаем рассказывать про не столько петропавловскую крепость сколько про самые такие притягательные страницы истории этой крепости естественно когда она была построена она подразумевалась что она будет носить оборонительный характер но так получилось что крепость это ни разу военных действиях так и не поучаствовала по последним данным вот я когда проходил лицензирование нам говорила научная сотрудница что вроде как там какая-то стычка была была это вы вылазка шведская ее там подавили в 1704 году ну в общем не суть и вот стоит у вас такое массивное огромное сооружение и что с ним сделать а представьте она массивная огромная она огороженная от города водой но это же идеальное место для чего ну во-первых для тюрьмы а во-вторых забегая вперед для всевозможных испытаний тайных тайных испытаний что там потом при советской власти происходило собственно уже при петре первом эта крепость начала действовать фас по этому назначению но пас вот там вот на троицкой площади мы там еще сделаем тоже отдельный маршрут там проскать происходили казни а здесь например одним из первых клиентов этой тюрьмы был у нас царевич алексей который там присел и собственно там пётр первый ну как минимум него допрашивал на территории этой самой крепости здесь у нас недавно в честь трехсотлетия прежде всего журналистики что близко лично мне да вот сделали такую я не знаю как это назвать экспозицию нет не экспозиция инсталляцию тротуарную плитку короче печальная судьба была у царевич алексея как вы знаете затем там была у нас знаменитая княжна тараканова мы возможно пройдем мимо репродукции картины флавицкого вы все все прекрасно знаете она такая вся несчастная девушка стоит у стены льет вода крысы ползают наводнение было в 1778 году княжна тараканова умерла в семьдесят пятом увы я в основном об этом кстати рассказываю в москве на ивановской горке возле ивановского монастыря потому что досифея вроде как настоящая дочь алексея разумовского и елизаветы петровны она окончила дни вот в ивановском монастыре а княжна тараканова ну во первых неизвестно было ли до сифе их конкретных их дочерью потому что разумовский так ни при чем и не признался он документы сжег а вот тараканова ну судя по всему она вообще было еврейского происхождения она была самозванкой говорила на большом количестве языков кроме как русского ну и когда в европу прибыл красавец алексей орлов он ее попросту соблазнил пригласил на корабль куда она прибыл со своей свиты дальше он арестовал и при тараканил извините за игру слов сюда ну а дальше она умерла у нее принципе до этого была чахотка в общем то потом конечно эти бастионы и равилины на самом деле они кого угодно доведут до смерти восстановили у нас зайчика его брали на реставрацию до арсений за это почему-то арсений и прямая то есть как бы хочу мне назвать его василий например или аристофан или как уральские пельмени шутили мы перестали называть детей эрастами и как один говорил я не перестал почему они мне машину попортили вот этот самый первый мост и ановский здесь у нас кстати есть фашины любимый мой элемент я всегда показываю видите связка вязовых прутьев перевязанная красным шнуром и но обычно один топор здесь для симметрии 2 есть еще один очень интересный элемент про который кстати я услышал мне пару раз говорили что это медуза горгона я каждый раз спрашивал почему это не медуза горгона это очевидно и надо сказать что внимательно экскурсанты которые постоянно ходят на моей экскурсии они или смотрят мои видео они сразу же давали ответы вот посмотрите во первых крылья во вторых змеи всего 2 да потому что это вроде как выглядит как щит ну потому что два мяча и поэтому многие путают это вот с шарлеманевской решеткой или летнего сада что там медуза горгона это гермес на самом деле гермес или меркурий ну и для окончательного так сказать устыканения всей нашей не только масонской темы расскажите ко мне знатоки которые писали про розового кролика а что у него там наверху что это за месяц полумесяц у него в башке светится петр первый запретил же строить мосты как бы хотел чтобы подданы его привыкали к большой воде и вот это первый постоянный мост который был построен он короткий потому что настоящий постоянный мост это благовещенский у нас только середина 15 века то есть до середины 19 века постоянных постов не было и вот этот мост троицкий он долгое время был плашкутным и на самом деле он вот например в семнадцатом году его не давали разводить то есть стояли пулеметы и у как только вы пытались разводить шел обстрел именно поэтому мосту 1 марта 1905 года должны были приехать все должен был приехать великий князь владимир александрович должен был приехать трепов должен быть приехать петр дурного министр внутренних дел почему 1 марта вспоминаем да ну молебен в петропавловском соборе годовщина смерти царя александра второго максимлян швейцар член боевой организации партии сэров решил их всех убить 12 человек выслеживала эту кавалькаду по всему городу было все подготовлено и в принципе мы не знаем возможно что-то бы у них получилось они бы встали здесь бы и киданули бомбы но потому что плеве то им удалось в итоге убить в петербурге я имею ввиду в москве великого князя александровича но гостиница брестоль этот самый максимум швейцар взлетел на возок гостиницы брестоль находилась на месте гостиницы астория во время как раз заготовки бомб вот для этого теракта и это спасло в данном случае великого князя владимир александровича получившего прозвище владимир кровавый из событий января 1905 года то есть вокруг петропавловской крепости такой ну шлейф кровавого замеса по понятным причинам мы потихонечку уже входим туда и вот я сейчас хочу показать просто есть набор книжечек это я возьму а это я пока оставлю потому что вы пока зацените толщину стен это ведь неспроста потому что внутри же масса полезных пространств которые можно использовать например как как тюрьму целая серия узники петропавловской крепости я буду потихонечку рассказал понятно александр ульянов до молодым народоволец человек который мечтал уже убить александр третьего ну и собственно иногда некоторым кажется что его младший брат мистил царской семье я думаю конечно какой-то элемент мести был ну точно так же как мне кажется что николай второй мстил и пошкам как он их называл да за то что ему прилетела саблей отсюда это русско-японская война но здесь был и в принципе на самом деле он мог написать прошение о помиловании он его написал мать его просила написала в таком тоне что типа ну как бы ради матери это делаю александр третье конечно обалдела такой наглости сейчас мы прервемся потому что здесь есть опять таки не все это мемориальную доску наблюдает я свое время брал тут интервью у александра калякина я покажу где это делал в течение 15 лет возглавил петропавловскую крепость вообще кадровая политика назначение руководителей петропавловской крепости за последнее время не может не удивлять потому что это люди не из музейной сферы поскольку ну и кальницкая в петергофе это ратынова в царском селе и уж простите там конечно петровский они все как бы в теле а это все люди пришли каляки до этого я не пою чуть ли не гостиницу возглавляла и он не говорил что это какой-то слоеный пирог в петропавловской крепости что только нет ну то есть ну хорошо крепость орешек шестельбург понятно крепость крепость ну например музей авангарда матюшина у перепугу мемориальная квартира сергей мирович кирова румянцевский как бы дворец нашей набережной и одним крылом уход на галерную площадь я когда по галерной площади по галерной улице экскурсию показываю наконец вот ну вот это вот музей космонавтики причем здесь музей космонавтики дело в том что здесь в начале тридцатых годов шли испытания это у нас первое вообще лаборатория вот благодаря во многом вот этому человеку это все возникло сейчас научные сотрудники уже не миндальничают и просто называют это шарашкой какой она являлась потому что после семнадцатого года эту территорию поделили два ведомства ну военное ведомство и нквд тут даже был свинарник квадешный крольчатник меня кушали проглядые чекисты меня кушали но вообще кстати вы знаете что кроличье мясо очень диетическое то есть ну короче смесь французского с нижегородским понамешано все даже вот музей космонавтики тут у нас присутствует есть у нас ну тут уже конечно с точки зрения методологии нельзя не остановиться и не объяснить значит ну во первых вот схема как шла у нас армия да сначала вот зело был орех но мы его раскололи затем от нее шанс где у нас сначала хотели окта центр построить но сейчас там кстати хотят сделать очень крутое общественное пространство такой питерской заряди я очень рад ну и в итоге вот выбрали вот этот остров потому что с него обстреливался весь подход по воде со всех сторон мы с вами находимся вот здесь тут раньше был канал протекал собственно это иоанновский да вот он протекал это у нас иоанновский равелин это у нас алексеевский равелин про который мы еще с вами поговорим вот это конкретно секретный дом где мы будем но не финишировать на финальной стадии покажу там сейчас здание архива государства на такой скобой находится а вот это вот секретный дом где как раз сиживали там многие в том числе федор михаил достоевский а вот этого тюрьма трубецкого бастиона ну внутри быть соответственно бастиона была построена тюрьма с бани внутри вот эту баню мы сегодня с вами увидим здесь раньше протекал канал и он есть на старой карте где кстати написано что крепость она изначально петропавловская на петербургской называлась был с этим план переименовать в ленинградскую не прижилось название вот кронверк вот мы с вами были вот где-то примерно вот здесь да я показывал этот канал сейчас артиллерийский музей ну и соответственно вся вот эта территория она называется гласис она должна была быть простреливаемой потому что враг может подойти и нужно все это свободный обзор нужно иметь бастионы носят название соратников петра мне очень умилилась что например головкин называлась фамилия головкин здесь я спрошу почему головкин ну это как бы такая была мода французская игру же головкин ну давайте оговорить зотов до миссии зотов то есть как бы это романов то есть вот эти вот прикола мне не всегда были доступны ну и у всех вы сушки простите конечно за мои сопли но все для вас все для вас у у меня есть масса мамов моих личных до которые встречались моей жизни вот здесь моим мой личный мой личный момент это упругие завитки валют я был на методической экскурсии по петропавловской крепости и когда вот научная сотрудница она конечно была прекрасна но когда рассказал упруги завитки валют я понял я понял как я хочу водить экскурсии и как я не хочу водить экскурсии здесь у нас это вообще у меня упоминается в лекции про мистику петербурга я не буду повторяться что это такое но я хочу рассказать про другое вот подход американской например истории и наши да я свое время когда учился на курсе гида переводчиков я смотрел большое количество фильмов на английском языке про библейские сюжеты причем такие художественные фильмы небольшие так скорых сорокаминутные и документальные и там одном из них было про саймон дамагас это вот семён волк в который пришел за счет точнее петр святой пришел стал проповедовать и я был конкурент саймон дамагас который левитировал левитировал попросту летал и там один из историков он говорит ну like batman я подумал боже какую божествую сравнивать значит библейского героя с бэтменом а прошло много лет и я понимаю что вот ну я проводил экскурсия пообщался с людьми я понял что как бы что так и надо ну я вот например приезжая в париж и говорю людоих тринадцать табаков дают треста ни разу не табаков они вообще не похожи но не вообще ну то есть придут раз вообще брюнет и были совершенно по-другому а там анастрийска это фрейминг ну людям так понятней да и соответственно с точки зрения научной педагогии это конечно садом гамора и вообще за это расстрел нужно вот но а с точки зрения вот того чтобы у людей это как хоть как-то отобразилась в башке я считаю это подход правильный мы проходим уже на территории непосредственно самой крепости как как на невском просто были мне при петре такой фигни не было значит возвращаемся ну вот например лепешинский да между прочим но это уже большевик между прочим человек похоронен на кремлевской стене вот тут у нас зайчик какает дальше ну каховский понятно декабрист при том что на самом деле абсолютно невменько вот если по по-современному говоря убийца то есть и и вообще-то это казнили то ну по делу да и вообще же вы знаете что казили пятерых человека должны были там казнить в несколько раз больше николай 1 жирела бестужев рюмен радищев его кстати не казнили слава богу еще раз каховский что аж 2 чернышевский вот это вообще огонь чернышевский сидел с этим секретном доме мы там выйдем каждый раз люблю рассказывать историю он здесь просидел и почти за полтора года он очень мило время провел написал роман что делать в тюрьме кровавый царский режим ну потом конечно стал более кровавым более жестким но в ту же человек сидит написал роман между прочим программное произведение и вот как раз некрасов то этот роман у него и взял и с целью напечатать и пока он вез к себе к себе домой да он его посеял потерял приезжает себе туда в дом краевского роман рукописи нет для а рукопись она как вы понимаете в одном единственном экземпляре ну в общем нашлась там один сотрудник почтового ведомства ее нашел и увидел объявление принес ну некрасов свят свят трубецкой собственно якубович его именем еще у нас улица названа там рядом с манежем рельеф зайки да дайте зайки зайки с это пустишь меня на зайку на петре первом теперь не посидишь такой-то на зайца посесть что мы похожи одно лицо мне это напоминает на самом деле знаешь что алиса в стране чудес вот прям вот прямо прямо оттуда себе господи чего сделают да да вот этого человека не нужно путать с александром михайлом дворником то есть это еще первая формация еще землевольцы кстати он умер уже там в сибири альминский тоже большевик известный ну петрашевцы ясен красит здесь у петрашевцев я нашел совершенно потрясающий портрет то есть я когда водил экскурсию по черношевской показывал дом спешного я вам показывал портрет где он такой мачо мачо а тут вы посмотрите просто посмотрите на этого человека сейчас я его найду непосредственно портрет самого петрашевского посмотрите на этого парня это между прочим вот к сарахунян сархунян в классической книжке подостоевского написано что это первый коммунист потому что он пропагандирует коммунистические идеи первые он похож на мушкетера он такую тысячи чертей здесь вот как раз тоже есть это знаменитый портрет достоевского в том виде в котором он заехал в секретный дом это до фиденька молот без бороды что у нас есть еще здесь бауман но этого это просто его вознесли на пьедестал советской пропаганды рассказывали что его тому чуть ли не царская охранка заначила на самом деле бывший кавалергард солдат его там обрубка трубы саданул потому что бам он несся и призывал всех как бы пойти освобождать вам таганскую тюрьму что ли ну и памятником стоит возле елоховцы елоховской церкви где пушкина крестили я там 4 барельефа потрясающе все время говорю вот как что такое ленинский план монументальной пропаганды герман лопатин поразительный человек лох чилийский его по-другому не назвать что есть он рыцарь без страха и упрека приехал сюда уже после убийства александра второго и он ездил пытался объединить все революционные силы и в итоге он все это записывал на бумажки и мы говорили зачем вы храните это все с собой тоже нельзя я успею это все съесть его так очень лихо взяли по подручки что в общем то он ничего этого съесть не успел и всех повязали благодаря ему он потом от тарабанил вместе с морозовым и фигнер от звонка до звонка в шлиссельбурге вот это очень знаковый персонаж мы вы еще коснемся ну станции метро горьковского тут тут сиживал и он заступался в великого князя николая михайловича но это потом мы скажем древо джелябов но это прям был арестован буквально два дня до 1 марта но вот мы вернулись скажи мне лучше к как как ты думаешь что это за дяденька как он какое впечатление у тебя производит нет ответа выходить сфографировать фотографируйте хорошо снимите видео не буду мешать раньше не было этой решетки потому что все эти дети забирались вот туда на на ступени ну китайцев уже нет как бы а дети остались слава богу все дети наши все я брал интервью шемяки на два раза по мне так это один из самых вообще гениальных памятников то есть когда сначала я в первый раз увидел мне показалось что ну бред сивы кобыла то есть тут же натурального только голова потому что он не лепил потому что он или пилос посмертной маски в эрмитаже составе гипертрофирована тем более что у петра первого того размер ноги был ну типа 37 но так даже не было так что вы приходите типа мне дайте 37 узнать и пожмет перенесите просто 38 до вся обувь она делась на заказ но потом когда я начал изучать эту персону я понял что вот он именно такой община современников производил абсолютно несуравность еще конвульсии постоянные были до следствия стрелецкого бунта вот идет такая шпала огромная со своими какими-то тараканами в башке про одни из этих тараканов мы сейчас на примере петропавловского собора как раз поговорим и люди конечно были в полном ауте и вот в этом как раз гениальный шумякина я уже мягко спрашивал то есть вот вы называете петра первого демократом кстати происходило это в его мастерской ногу садовый и несколько проспекта которые не пытались отжать а он как в своеме купцы которые значит раскопали где-то в гостинодворске купцы раскопали где-то значит указ елизаветы и отстояли вот эту огромную площадь перед гостин двором который все время поставили пытались застроить очень как будто маляву лично путиным подписанным все время показывал то есть вы хотите отнять у меня мастерскую которыми лично владимир путин подарил ну вот я не знаю джевалет мастерская сейчас и он объяснил что он первым даже демократия души демократии демократия демократия крепостное право во всей красе на вечно что вы демократия прежде всего как вот он ну в кадровой политике себя я своими словами говорю в кадре политики себя вела действительно ведь взять там того же дивера до португальские евреи где-то видела первый полицмейстер петербурга ну а про даниловича то ли сашку меньшиков это же вообще здесь у нас кладбище комендантов петропавловской крепости комендант вообще был в городе третьей персоной по величине после царя губернатора непосредственно и здесь похоронен отец скобелева скобелев родился на территории петропавловской крепости стал героем русской турецкой войны 77 78 годов ну и собственно памятник ему об этом благополучно снесли в москве там стоит теперь памятник долгорукова а это великокняжеская усыпальница потому что ну всех романовых тупо не уместить в петропавловке и когда их если выражаться языком сергеевич вид у нас сейчас романов стало целое стадо когда это стадо разрослось вот соответственно построили отдельную усыпальницу целый коллектив архитекторов разрабатывал в основном леонте бенуа и она очень круто вот стилизована под непосредственно этот собор первым туда заехал алексей александрович князь сусимский здесь я брал интервью у калякина это у нас комендантский дом здесь находится один из лучших музеев на мой взгляд петербурга музей истории петербурга там потрясающая экспозиция настоятельно рекомендую сходить там есть помост где допрашивали декабристов и советское время здесь были квартиры в принципе квартир здесь были много где и выселить жильцов смогли только начиная после перестройки последние выехали получите не в 2011 году одна очень долго и могли выселить там с той стороны отключали воду свет все короче выкуривали как могли ну а мы вот вернемся собственно к теме основного нашего повествования если брать вот таких самых значимых сидельцев то здесь например был сергей герой ничаев да то есть это продать и петеньки из романа беса достоевского соиска переработал весь сюжет переосмыслил и подал его совершенно иначе так вот ничаев умудрился бежать из петропавловки но как умудрился бежать он-то придумал то есть еще до того как он вот занялся своей активной террористической деятельностью он для того чтобы завоевать популярность в среде он придумал байку от он просто исчез послал записку там своим приятелям друзьям о том что его везут петропавловскую крепость потом она туда типа смог умыкнуться а там его в холодной камере держали там значит он обновил голодовку ему зубы разжимали лезвием и выливали туда спирт чтобы он согрелся в общем короче вот такие вот истории он придумал вообще был мастер мистификаций ну вот эта картина флавицкого знаменитая дай-ка я телефончик достану потому что у меня там мои шпаргалочки ну и ничаев он осуществил самый первый успешный террористический акт москве на территории парк лесотехнической лесотехнической ну дальше технической академии тимирязева просто петербурге тоже есть лесотехническая академия но не имени тимирязева и потом убежал европу там крутил соответственно голову и бакунину и даже огарева с герцоном пытался но сейчас мы прервемся потому что здесь как раз у нас есть вот такая вот если все время показываю изначальный уровень города тут у меня был видос про наводнение в питере ну вот собственно уровень воды непосредственно 1824 года это 77 год то есть вот такая погода как сейчас да а вот это 24 год такая погода как сейчас и вот представляете вода прибывает очень быстро и вас накрывает полностью оплавать вы как правило не умеете ну поэтому жертвы были колоссальные вот эти ворота они были построены проект архитектор львова с ними связано одна история дело в том что львов был женат на машеньке диковый ледяковый я не знаю как правильно диково все-таки и дело в том что четыре года их брак не разглашался и литературе часто писали раньше что типа родители не благословили отец алексея фанатовича диков он был убер прокурорного синода он никаким обер прокурором синода не был он среду говоря был очень выдающимся прорабом то есть например он строил здание . буяна по проекту ринальдин здание гостиного двора все того же ну и соответственно там кстати по бокам две мины между прочим он был обвинен в растрате судя по всему его поставили и в этот момент на стало понятно что нужно выдавать срочно дочерей замуж среднюю выдали за капниста а младшую вот машеньку с благословения родителей как раз львов ехал ехал и вот они по дороге из театра ты тайно обвенчались почему так нужно было лишь львов проходил свидетелем по этому делу и если бы узнали что он родственник дикого то его бы свидетельство не приняли к сведению дальше потом его ближайший приятель говорил державин он как бы включился он тогда работал служил в сенате вот и дикого оправдали а потом державина женился на старшей дочери дикого дарьи и в общем то они с любом даже породнились через сестер это классическая панорама я сейчас подставлю эту картинку как это выглядело раньше и еще одну картинку поставлю уже с той стороны где показано набор определенных действий там помимо всего прочего есть и и добыча льда и например дамы стирают белье свое на неве валяду никаких вам эндезидов аристоунов сименс вот этот система отжима и все такое прочее сейчас очень часто сможете здесь увидеть загорающих людей вот в этих вот даже окнах они туда забираются или вот здесь вот они возле стеночки стоят зависимости от времени года там я слышу колокола звонят ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля не надо пить зайки хочется петь почему почему мне почему зайки нельзя петь у зайки настроение подпись этой замечательной мелодии в общем ничья был схвачен пойдем вернемся к собору ненадолго вот например не чаев писал о том что его рацион в этом самом секретном доме ну как бы недостаточно и прочее и в ответ на его претензии значит комендант пишет о том как кормили узников вот смотрите воскресенье суп со свежей капустой из говядины капуста корень и картофель да то есть ингредиенты жаркое из телятины и дальше масло 4 штуки огурцов пирожные пирожное значит мука масло яйца дрожжи и варенье соль понедельник супер ловый из говядины и соответственно картофель коренья и сливки сразу с капустой и говядина оладьи сиропом ну и в общем так далее то есть вот вы вы просто прикиньте на секундочку да то есть конечно забегая вперед хочу сказать что в трубецком бастионе могло быть несколько иначе но питание конкретно питание здесь в общем-то никогда не до семнадцатого года никогда не отличалась чем-то это вообще зож питания до перловый суп говядина телятина оладьи правда не очень позже ну что ж поделать в общем-то не чаев он умудрился сделать то что чего не удавалось никому он умудрился сагитировать команду которого охраняла конечно люди которые несли охрану они первых ротировались во вторых специально старались ставить солдат из разных полков но что он делал во первых уже изначально он преподавал в двух училищах у нас в андреевском и вот сергиевском улице чайковского второе не сохранилось а здание первых сохранилась возле андреевского рынка он преподавал закон божий очень хорошо разбирался в этом и он им вот очень круто подначил в историю про ту что вот это все революционная тема она вот за народ за страдание так далее дальше он чем занимался он например выяснял через через одного охранника подробности про другого охранника и когда то приходил он ему выдавал сведения из его жизни как будто он пророк да и вот таким образом реальность агитировал его фигур пишет что когда они уже готовили покушение про александра второго вдруг приходит записка от нечаева где он деловым тоном все изображает и очень интересная характеристика данная фигнер написаны исчезло все темным пятном лежавший на личности нечаева пролитая кровь невинного денежные вымогательства добывание компрометирующих документов с или шантажа то есть это то чем занимался начать и это это пишут на родовольцы понимаете вот такой был прекрасный революционер они еще не читали о катехизис революционера кстати это отдельный документ в общем был план согласно которому они хотели его освободить от прибыль его карба описала что один из них заключался в том что там был какой-то вроде как ход трубы который выходила возле не вы жилья бы в шоу пошел искать не нашел этот выход а второй план что просто его отбить от к двое и соответственно вытащить но вы после 1 марта 81 года уже чего а потом этот план раскрылся план побега нечаева раскрылся он благодаря человеку который мы сейчас поговорим отдельно звали его ли он мирский вот смотрите концепция петра первого вы представляете себе туда еще сходим древолюционные храмы русские и вот появляется вот такое причем по этому лекалу же например была построена еще меньше кого башня москве которая потом сгорела это это в принципе копия петропавловского собора там точно такой же шпиль это ну ну какое здесь в баню православия до формы непонятные окна огромные там внутри вообще содом и гамора там золоченые статуи картины и и и и все такое прочее поэтому конечно людей это производило колоссальное впечатление это вот самое тяжелое для человека той эпохи когда идет поползновение на твою вековую веру и вот это первый это единым махом соответственно разрулил тут кстати раньше стоял одинокое деревце перед этим петропавловским собором да я покажу фотографии вот прямо здесь ну а вот тут у нас эта история не только про петропавловский собор это еще про купол исааки ского собора это про юбку которая шилась на шпиль адмиралтейства это люди которые участвовали в маскировке города я еще хочу обратить ваше внимание на вот человека по имени алоиза зимба он был африканец дал учился у нас в ленинграде тогда выяснилось что немцы не бомбят исаакиевский собор и петропавловскую крепость что очень странно потому что здесь были зенитные батареи ну в общем понятно и когда поймали немецкого языка выяснилось что они просто берегут эти высотные доминанты как ориентиры для артиллерии первый план был просто взорвать черты бабушки но тут вступились конечно наши архитекторы и красозащитники по-современному говоря привет привет все для вас в итоге решено было все-таки сформировать целое подразделение которое бы занималась маскировкой там принимали участие например художники декораторы из театров всевозможных и вот эти вот ребята в ноябре сорок первого года представить там зима же была ранняя по ночам чтобы не подвергаться обстрелу они покрасили шпиль серой краской покрасили купол исаакиевского собора серой краской она адмиралтейства они шили специальную юбку но об этом я скажу отдельно потому что это нужно рассказывать адмиралтейство жили они вот здесь в подсобке можно сказать на могиле царевича иоанна и сторож местный петропавловской крепости у него там на усыпальнице были приспособны для ловли голубей он эти голубей ловил и подкармливал этих несчастных ребят потому что паек у них был все равно ежедневенческий 125 грамм вот тем не менее они за неделю практически смогли покрасить этот шпиль потом была отдельная история как его уже после войны мыли потому что нужно было с такими нежными губками это все делать чтобы не портить по золоту но это отдельная история так вот нечая выдал ли он мирский ли он мирский это был вот очень характерный персонаж для той эпохи он тоже здесь сиживала это был человек фактически подвержены моде он мечтал убить начальника третьего отделения дронтельно он до этого сидел здесь сделал здесь за то что его взяли на набережной большой нефки на каменном острове они там ну динамита нет конечно не готовили но у них там был склад нелегальной литературы плюс еще какие-то вещи которые за которые он сюда загремел и он напишал прошение о том что во первых он подвергается нервным припадкам его начинает раздражать даже шум тикающих часов в часы еще были в то время на ну и местный доктор вильямсон сначала посмотрел сказал что в принципе никакого основания для освобождения нет но дронтель сказал что хорошо давайте выпустим его на поруке отца отец написал записку потому что нужно было вносить залог денежный отец написал записку что я к сожалению человек не очень богатый и не могу взять нас под свои поручительства сына поэтому его взял присяжный поверенный утин человек крайне неблагонадежный с точки зрения законов того времени но ему таки отдали на поручительство этого лиона мирского и когда он вышел но болта была такая молодая девушка костельман елена такая мороза своих воспоминальных описывает как они пришли к ней с михайловым гость она возлежала в будуаре на такой лежанке и они сели такие на эти на пусики им принесли кофе в маленьких чашечках и они чувствуют себя как два доктора осматривающие больную и она вроде как собирался им помочь когда не вышли мороза спрашивают михайлов внутри ты реально думаешь что типа она впишется в наше дело он говорит ну я абсолютно в этом не уверен но нам полезны и связи и вот мирский ради красивый глаз тем более что костельман очень восхищалась до этого кровчинским и кровчинский буквально за год до этого заколол шефа жандармов мезенцева посреди белого дня и стал будущим героем он решил этого дронтельно убить этот человека который вас водил по сути да он купил в татарстале там так назывался в современном гараж где могли взять прокат лошадь купил там такого брауз кукуна объезжал его в городе и в один прекрасный день когда дронтель ехала вдоль летнего сада тут его нагнал выстрел сначала один раз затем обогнал его выстрел второй раз не попал оба раза самого шефа жандармов ну и поскакал дальше его не смогли догнать он там потерял лошадь зашел табачную лавку и оттуда спокойненько потом пришел к михайлову так вот мирского в итоге словили он пришел нелегальное положение уехал его словили там в одной из провинций призы сюда и посадили непосредственно в тюрьму и здесь он познакомился жилья вам будет жилья вам извините саничами ничаев его когда он узнал что мирский ну бравый террорист стрелял донтельно он естественно через какое-то время посвятил его в планы побега что делать мирский мирский ничаева сдают властям да именно он его заложил именно после этого александр третий на докладе коменданта петропавловской крепости когда выяснилось что вся пара команда распропагандирована написал что делает и конечно есть позорная вот я это я ты это ты я это и я вот это внутренний двор тюрьмы турбинского бастиона значит изначально здесь было 72 камеры было построено но действовал только 69 почему же садить потому что две из них были приспособлены под карцеры а одна под часовню то есть помните вот мы с чего начинали если у нас стоит вот такой монумент об убитых и замученных в тюрьмах героях товарищах траляля три рубля ленины здесь конечно не будет никакой мемориальной доски не про расстрелянных великих князей не про юнкеров вот про это все но ну потому что историю как мы знаем пишут победители это здание бани сюда их вообще выводили ну потом уже при режиме александр 3 буквально там на 10 15 минут в день ходили по кругу это кстати зависело от настроения сторожа то есть охранника то есть вот как как он там себя чувствует мылись они раз-два две недели ну и здесь в общем есть экспозиция где показано как их в кандалы заковывают вот у нечаева его последов закололи в кандалы и у него сначала его сняли а потом его опять надели и у него вот эти раны от кандалов не заживали потом никогда ну и собственно я люблю очень рассказывать историю про федор михалыч достоевского когда он в одном из салонов кто-то там начал бычить типа достоевский ничего не понимает не знает просто так вот приподнял штанину и показал след от кандалов и все вопросы собственно как бы снялись само собой здравствуйте я знаю что вы снимаете на гид до цвета ли часто вас подписывают очень приятно уже помните наверное да 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 который как раз занимается и наши геннеградские генематографом да ну тут на петропавловке еще только не снималась 8 фильмов мне когда не поедет вот я сейчас как раз рассказывал обедом гусаре замыло эти слова ну это классика жанра прямо в тюрьме вот да все сокровищ обязательно потому что остров сокровищ снимали как раз у нарышкина области ровно потом снимали на пристани не и замаскировали ее на самом деле под турецкий порт сзади подрисовка как раз мы видим ну и дальше уже перешли в петергоф и снимали петергофевым плезиров но если посмотрите экскурсию по точку переулку вы увидите где там снимали обедом гусаре замыло это слово безусловно баба балкон из вы мне очень действительно импонируете да спасибо вам скажу я смотрю вас с удовольствием и всегда вот вам подписывать не не нравится то что вот говорят вот там ошибка там оговорились вы поймите правильно мы гида действительно иногда заговоримся особенно когда мы больные это мы все это знаем но когда мы говорим бывает да какие-то минимальные ошибки существуют ну вот обратите внимание ходим по городу вот это важный момент я вижу как люди говорят на теле суфлер это ужасно а вот я могу подтвердить что идет павел да и говорит вот от себя что самое важное и это действительно немаловажно и это действительно по-честному по-настоящему а то что сейчас стать можно конечно у медного садника на теле суфлер записать и начинать проговаривать вот у тебя ничего себе речь получается да нет это конечно специально для коллеги танец спасибо да да вам тоже удачи в это нелегкое к видное время до ну все мы немножко девочки поэтому как конечно конечно когда тебе коллега почесал лебедо это приятно ну а я хочу пожелать действительно в наше нелегкое время особенно коллегам гидом иностранцам которые очень сильно прилипли пережить ну и возможно как у тебя знаю некоторых переформатироваться и начать уже потихонечку водить экскурсии на русском так вот низкий после того как сдал у нас нечаево он написал прошение на имя сейчас да вот так это степан шаряев про степана шаряева мы уже не будем рассказывать это не менее успеем в прошлом году до составления нынешнего расписания кушаньев вышесмотритель филимонов расходы и деньги по своему усмотрению каким-то образом достигал того что к воскресенью сберегалось несколько медных копеек на которые в прибавлении к обыкновенному обеду покупался еще десерт виде пары апельсина или кисти винограда или же каких-нибудь ягод давался также стакан кофе от которого впрочем не отказался ввиду возбуждающих свойства этого напитка но десерта мне дорожил выше степени при подавляющем однообразие тюремной жизни при неумолимое неизменные последовательности размеренности всего тюремного обихода это десерт сюрприз имел значение даже нравственно нарушая обычное течение жизни все это было отменено покойным комендантом под влиянием неосновательных жалоб известного вам капризного человека это нечаева капризный человек который добился составления нынешнего расписания если в настоящее время ваше высокопредисходительство найдет возможным так или иначе доставить мне прежнее дорогое лакомство то этим доставить и лишний раз сказать вам искренне спасибо дальше он пишет чтоб табак хотелось бы получше не тот который дают прошу ваше высокопредисходительство приказать выдать мне новый халат новое одеяло а то я боюсь заразиться так как полученная мною одежда имеет вид крайне подозрительный ну вот революционеры бывают разные бывают и такие на который сдал товаре я вообще не фанат нечаева ни разу хотя конечно человек был выдающийся гений злодеи но вот вы понимаете вот меня иногда спрашивают чем мотивировались террористы разными вещами вот андрей ивана джелябов который здесь сидел он написал когда узнал что царь погиб он написал письмо согласно которому он говорил что я тоже в этом участвовал хотя он мог этого не делать и возможно избежал бы смертной казни но это сделал и у перовской был кстати план отбить его именно в тот момент когда его должны были вести из здания третьего отделения на фонтанке в петропавловскую крепость или департамент полиции уже назывался тогда немножко не помню вот а вот были такие как немало вот здесь раньше располагался секретный дом таким треугольником именно здесь сидел достоевский и многие другие и здесь нам надо к сожалению коснуться еще одна не еще веселая история дело в том что февраль 17 года сюда заехали совершенно другие клиенты сюда приехали министры и если раньше например в камерах а камера кстати достаточно обширные если раньше в камерах сидел один человек то после этого там стали сажать там по 10 по 15 что не очень хорошо и была сформирована чрезвычайно комиссия временным правительством я говорил об этом во время экскурсии по местам александра блока где с красным иракизм шастую что чека это на самом деле придумка небольшевиков эта придумка временного правительства и секретарем этой комиссии был как раз блок блок ходил сюда в камеры трубецкого бастиона он фиксировал соответственно показания арестантов составила них некие свои представления достаточно кстати метки очень интересно читать его записки вот здесь до последнего держался несгибаемый жилец но его в итоге выселили я имею ввиду здесь квартира раньше были сейчас уже нет и затем соответственно министры выехали заехали в смысле царские заехали же министры временного правительства после семнадцатого года вообще интересно как была захвачена перропавлская крепость молодой парочек благонравов сюда пришел показал как бы удостоверение в р.к. и просто перерезал провода как бы коменданту боевому офицеру и стал выдавать пропуска только соответственно тем кто обладал полномочиями от войны к мог подтвердить документально потому что на территории перропавлской крепости например охранилось 100 тысяч штыков на ту себе надо было захватить плюс эти пушки из двух из них как вы знаете удалось шмальнуть по зимнему дворцу но у подножия нарышинского бастиона они были поставлены и потом здесь происходили уже менее печальные вещи шенгарев и кокошкин сюда заехали бывшие члены государственной думы шенгарев был министром во временем правительстве это стало совсем плохо их привели мариинскую больницу на литейном проспекте там убили это была такая самочинка а вот здесь буквально недавно происходили раскопки все раскопки на территории петропавловской крепости всегда происходит с присутствием археологов она и понятно это объект юнеско были найдены останки кости непонятно кого стали выяснять и в общем больше 190 человек было здесь расстреляно юнкера молодые ребята которые пытались сохранить верность присяге здесь полегли здесь вот например рассказывал одна из научных сотрудниц на протоках нашли отдельно сам 16 человек и там методом целого детективного расследования выяснили что ну то есть там была одна женщина шульгина и не повезло потому что она однофамилица того самого но и плюс ее кафе было в восемнадцатом году где собирались неправильные люди и был еще коллега 1 1 ногий вот его идентифицировали это был герой русско-японской войны нашли его потомков взяли тест на днк и выяснили что это он только нашли прикиньте до дедушку расстрелянного здесь ну и конечно же четыре великих князя павел александрович абсолютно безобидный человек он был женат на ольги валерьяна пистелькорс она потом появилась получила титул княгини полей соответственно в основном из ее воспоминания мы знаем подробности она сама не присутствовала и рассказывали и павел александрович он проявил себя в первой войне получил крест железный на него уже во время войны там была язва здесь она окончательно разыгралась его на расстрел вносили на носилках николай михайлович историк который написал очень до сих пор котируемую книгу про царство не александра первого например энтомолог между прочим бабочек любил как набоков за него вписывался это самый алексей максимович горький он говорил но он же ученый в конце концов историк на что прозвучала знаменитая фраза ленина революции историки не нужны и лен как воду глядел потому что двадцатых годах я когда узнал об этом участие институте я душ это байка что ну такого не может быть в принципе мне в голове не укладывал в двадцатых годах история была запрещена она не преподавалась школе история это продажная девка империализма в принципе конечно отчасти ленин прав история жизни наукой я об этом как-то запишу отдельный выпуск но это же не повод расстреливать николая михайловича тем более что он внутри семьи романовых был одним из главных радикалов ну то есть его причисляли чуть ли не клевакам он понимал что некий ведет страну к погибели и собственно он был одним из тех моторов вместе с владимировичами которые пытались составить вот эту самую романовскую фронду до 16-м году было знаменитое заседание во дворце великого князя андрея владимировича на галерной улице я там сниму отдельно проходку дмитрий у нас еще дмитрий михайлович я уже сам уже путаюсь короче кто нас русский музей это возглавлял из михайловича директор русского музея был расстрелян и дмитрий константинович что тоже безобиднейший персонаж называли жена ненавистником потому что вроде как поклялся никогда не жениться в общем их четверых расстреляли они были взяты в заложники интересный мотив почему их расстреляли это была месть за казнь роза лексембург и карла либнихта в берлине тут есть маленький нюанс я вообще кстати когда третью группу возил берлин я показывал место смерти роза лексембург это рядом с зоопарком берлинским там на берегу канала там и монумент установлен до сих пор всякие там красные эти перевязи висят памятки в таких файликах запечатанные там болтаются их убили социал-демократы потому что немецкая социал-демократии в отличие от российской социал-демократии она была очень разная и там были достаточно правые люди и абсолютно не интернационин интернационалисты как мы сейчас принято говорить они были за войну до победного конца то есть в общем-то роза люксембург и карли миха представителя наиболее лево радикального крыла социал-демократов убили практически свои же коллеги по партии об этом не говорилось но мотив конечно крайне интересно вместе вот за это николай михайлович по одному и свидетельств вышел на казнь с котенком он там в тюрьме приютил какого-то котенка его там значит с ним спал и прочь и кисоньку и вот он с этой кисонькой вышел мы перед расстрелом скинул себя сапоги отдал солдата сказал ну типа берите ребята царские где их закопали до сих пор неизвестно вообще как бы самая распространенная версия заключается в том что были они расстреляны возле монетного двора но там их закопать невозможно что брусчатка и тогда было в том числе поэтому могила их неизвестно но вот такая печальная участь ну а потом там сиживали еще ряд людей в том числе уже коллеги непосредственно по революционному цеху начали заезжать например те самые прекрасные балтийские матросы после мая мятежа кронштадтского да основной движок революции туда замечательно заехали ну и с ними уже тоже не миндальничали к тому моменту а потом в петропавловке как я уже говорил размещалась военное ведомстве на твд и в общем-то трубецкой области он сразу начал быть тюрьмой музея более того экскурсии там иногда водили те кто там сиживал да те кто там сиживал и собственно это был мне кажется такой очень интересный перформанс мы с вами вышли на проспект добролюбова каждый раз спрашиваю кто читал добролюбова каждый раз я не вижу ни одной поднятой руки вычитали добролюбова а раньше он был александровский названной честь александра второго но александр второй нам не нужен а добролюбов наше все и сейчас чтобы так сказать немножко о какие вы зайки у нас трезвенькие хорошенькие здорово хорошенькие а зачем мне давать я клёвый вот видишь она горит я клёвая ты мне в зубы хочешь дать какой-то да 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 он бы там бы и я собственно почему когда мне говорят что я тебе зубы дам не бегу а наоборот к нему льну потому что это главное правило на самом деле сокращать дистанцию потому что если вдруг он действительно решится это сделать ну в общем то я думаю что ему помимо вытрезвителей еще ряд вещей сегодня бы грозило не то что я такой боевой кролик я конкретно против этих людей боевой кролик потому что ему же кажется что он сильный быстрый и ловкий а он в таком состоянии что он не очень сильный быстро и ловкий здесь у нас традиционные наши закутки счастья достаточно обширные причем обратите внимание что этот у нас дом вот конкретно этот он даже изнутри немножечко облагорожен а у меня кстати есть такой опыт я с этими людьми очень люблю коммуницировать но я в дзене потому что и я знаю как с ними обращаться они за инки да а вот экскурсанты мои очень часто напрягаются то есть уже буквально там через 30 секунд начинаем я вижу то есть такой абсолютно напряг как бы не все люди в дзене не все могут это воспринимать спокойно поэтому когда меня часто спрашивают как я вытерпливаю там вот нет комментарий некоторых персонажей так господи пусть все 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 для людей я считаю к людям надо относиться с добротой как зайника ну до тех пор пока не хочется бомить вот наша традиционная история видите печь идет а здесь пранмауры ну с врезанными окнами уже потом и вот очередной вот этот вот закуток такой причем видите он здесь неправильной формы это вот очередная история про то когда окна все-таки врезались ради закона инсоляции и вот в таких вот нишах они были позволительны и вот здесь мне еще нравится история про то что окна и так были стену а я сюда еще лифтовую шахту задвинули это тоже очень частая тема в петербурге зато есть у нас здесь практически плющ котельная а до котельная напоминаю что вся петроградская сторона она вот обеспечивается такими вот котельная горячая вода отсюда утка чигарка своем этом тоже кстати прогуляемся это я напоминаю у нас галереи которые соединяют дома ради того чтобы люди почувствовали себя белыми людьми и что у них есть теперь переход из главного здания во флигель потому что здесь видите еще одна галерея то есть вы входите можете входить до революции могли входить в этот корпус не отсюда а с улицы потому что самое главное конечно то что выходит с улицы и входят оттуда ну и мы в общем то выходим на финальную точку марлезонского балета вот наша петропавловская крепость на вершине которой кстати тоже хотели установить пятиконечную звезду собственно а вот это это д.к. блохина здесь чего только не было ну например тут был тот самый метод после экскурсии по лиговки писали что типа полигон был нескольких местах и да вот здесь вот он был в д.к. блохина и тут у нас была репетиционная база где познакомился с прекрасным володя белинский володя белинский это человек у которого был все время клуб пайл сайт на нарвской и на нарвский кстати я тоже у меня есть маршрут и и по проходным дворам и вот второй маршрут я все никак не сделаю потому что он такой более очевидный вот этот весь конструктивизм советский про него очень часто любят люди рассказывать значит я хочу сказать что во первых друзья мои в новогодние праздники экскурсии будут это совершенно точно поэтому если вы планируете приехать я надеюсь что эти власти не сделают то же самое что мы сделали в ноябрьские праздники то есть они не объявят локдаун в принципе они пишут о том что это все ради того чтобы не случилось локдауна в в ноябре тут мы конечно пару буквально шагов не дойдем до камчатки цоя но эта тема отдельной экскурсии вот поэтому если планируете приехать питер до экскурсии будут сейчас они идут активно но активность это будет снижаться понятно как только мороз снег и день чудесные тут уже конечно не всегда до экскурсии может быть буду там водить одну неделю буквально и напоминаю что есть три прекрасных книжки у меня книжки всегда лежат у меня багажнике и можно купить их после экскурсии с автографом автора можно заказать по интернету сожалению без автограф ссылка есть в описании под этим видео вот мой остров социальный роман корень достаточно плотная литература мой путево не тельнецкий с перцем с большим количеством картинок недовольных пока не встречалась и с еще большим количеством картинок вот такая книжка про пиар во время русской и японской войны если хотите как раз узнать как правильно промыть мозги то пожалуйста милости просим последний мой активный заезд в москву состоится в начале декабря будет две вечерние экскурсии в четверг и в пятницу и две дневные в субботу анонс уже есть на сайте покупайте билеты заранее потому что они иногда заканчиваются петербурге экскурсии будут теперь проходить только выходным что будет декабре покажет погода если у вас в москве есть помещение вместимостью от 50 до 200 человек то напишите мне возможно мы найдем какие-то точки соприкосновения для сотрудничества но если вы не видели высокобюджетный клип снятый стивеном спилбергом про то что зайки так любят лайки то можете посмотреть предыдущие видео на канале или по ссылке внизу на этом все с вами был гид павел перец он же зайка он же кролик он же не выспавшийся с опухшей рожей петербургский житель увидимся пока